Все течет, все меняется. Не стоит на месте и российское законодательство. Новые законы и правила принимаются и притворяются в жизнь с тем, чтобы обеспечить соответствие законодательства требованиям времени. Подробности в нашем следующем репортаже. Начнем с хорошей новости для неработающих пенсионеров, чьи страховые пенсии с 1 января будут повышены на 6,3%, что выше показателей прогнозной инфляции. Прибавка к пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальной, в зависимости от размера страховой пенсии. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2020 году составит 98,86 рубля. Все славянцы старше 45 лет смогут заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности. Пенсионный фонд России, начиная с этого года, будет рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии. Уведомления пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал госуслуги.ру раз в три года. 45-летний рубеж выбран не случайно. К этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, и при этом у них еще есть время, чтобы предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер кажется им недостаточным. С 1 января Краснодарский край переходит на прямые выплаты пособий. Если раньше их выплачивали через работодателя, а фонд социального страхования Российской Федерации затем компенсировал предприятию затраты, то теперь фонд будет перечислять деньги каждому сотруднику напрямую. Напрямую будут выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие с женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка и по уходу за ним, оплата дополнительного отпуска, сверхежегодного оплачиваемого отпуска застрахованному лицу, пострадавшему на производстве. С 1 января работникам, которые трудоустраиваются впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию стал возможностью, но не обязанностью. Главный плюс электронных трудовых книжек, они сведут к минимуму риск потери сведений о трудовом стаже, освободят работников от обязанности самим заниматься восстановлением нужных данных. В январе возрастет сумма материнского капитала. Выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго 639 432 рубля. Денежные средства можно вложить в улучшение жилищных условий, образование детей, на пенсию матери, социальную адаптацию детей-инвалидов. С 1 января минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться не из потребительской корзины, а по медианной зарплате. Медианная зарплата – это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже. Такой подход поставит прожиточный минимум в прямую зависимость от роста доходов населения. МРОД будет 42% от медианной зарплаты и составит 12 792 рубля. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».